Программа «Культурный срез» приветствует вас в новом 2018 году. Мы никаких праздничных выпусков делать не будем, мы сразу с места в карьер поговорим о проблемах глобальных. Мой гость сегодня Михаил Минаков, преподаватель Киева Мигелянской академии, а также человек, который преподает философию в Берлине, во Франкфурте-на-Майне, в Вашингтоне. В общем-то, действительно один из реально востребованных сегодня украинских интеллектуалов-гуманитариев. Добрый день. Добрый день. Два года назад на форуме берлинском, на котором мы с вами встречались, вы озвучили очень интересные наблюдения, которые действительно очень многих присутствующих там интеллектуалов заставили задуматься. Наблюдение, собственно, о том, что происходит в Восточной Европе, о том, что на этой территории мы проглядели момент абсолютной потери интереса друг к другу, возникновение некой такой вот полосы отчуждения, и те народы, которые, казалось бы, близки исторически, белорусы, поляки, украинцы, они, в общем-то, непонятно по каким причинам, или, в общем-то, понятно, вы их нам разъясните, стали скорее видеть в соседей некоего неприятного, ну, не врага, скажем так, ну, кого-то неприятного, а вовсе не относиться с дружескими, добрососедскими чувствами. Как этот процесс произошел, чем он чреват для Европы, ведь мы видим, что в этом году это все только усугубилось в связи с тем, какой является политика современной Польши, в связи с тем, какой является политика современной Венгрии, ну, и здесь, с чего греха таить, Украина в своих определенных проявлениях чествования нашей исторической памяти тоже проявил себя достаточно самовлюбленно, скажем так. Да, действительно, если мы посмотрим на хотя бы 30-летие последнее, на постсоветском пространстве, на Восточной Европе, в Центральной Европе, мы увидим, что начинается этот период с огромных ожиданий, да, это ожидания связаны с модернизационным рывком в воду, прыжком к свободе, и этот прыжок действительно был силен, мы должны были изобрести как свободу в приватном секторе, так и в публичном, мы должны были построить демократии, мы должны были построить свободные рынки и новую приватность, да, вот в Советском Союзе секса нет, конечно, он был, и народонаселение увеличилось, но формы общения, формы интимности, сексуальной жизни, семейной жизни были довольно консервативны, и вот наступает эпоха 90-х, это эпоха, когда человеческая креативность вдруг получает новое пространство для работы, и в этой креативности, в индивидуализме, в возможности заново построить государство на этом пространстве превратились во что-то, что во втором десятилетии 21 века, скорее напоминает такие неотреболийские страны, которые все глубже и глубже зарываются в прошлое, и ищут ответы на сегодняшние проблемы в худшем из времен, в 20 веке. Да, и вот этот набор, ряд травм, которые мы переносим в 20 веке, это тот советский модерн, который здесь происходил, а затем социалистический модерн для Центральной Европы, он не дает нам никаких ответов на сегодняшние проблемы, он дает уроки меньше государства, меньше власти в центры, ограничивать властителей, презумпция виновности государства перед гражданами, и вместо этого мы все это переносим и отдаем недавно созданным Левиафанам что-то, что не заслужено ими, власть, доверие и так далее. На постсоветском пространстве появился такой несколько, на мой взгляд, поверхностный термин, как антимодерн, это действительно очень упрощая, ну дело в том, что действительно с интеллектуализмом тут было достаточно сложно, потому что как интеллектуальная мысль цивилизованного мира попадала сюда разве что в очень усеченных текстах, либо в цитатах, где критиковали всю эту мысль, ну в общем, было принято считать, что наступила эра постмодернизма, с ней все носились, а потом что же будет после постмодернизма, и вот нашли ответ, а после постмодернизма, оказывается, антимодерн некий наступает. Действительно, это выглядит очень поверхностно, хотя такой процесс, как демодернизация, он безусловно в мире идет, причем идет не только в Восточной Европе. Наш с вами знакомый преподаватель Канадского университета говорил о том, что демодернизация происходит даже в таких государствах, как Израиль, где казалось бы... Большое государство вовсе не консервативное. Так вот, как зарождается этот процесс демодернизации, почему он расцвел, и можем ли мы говорить о том, что этот процесс будет длительным, можем ли мы демодернизацией называть, грубо говоря, новую эпоху, хотя каждая эпоха, конечно, следующая, она короче предыдущей уже так получается. Ну, здесь нужно несколько предварительных замечаний. Модерн — это довольно большая эпоха, и противостоит ей предыдущая эпоха архаика, традиционное общество. И в теории модерна — это традиционное, медленное, неразвивающееся общество, которое ориентируется на прошлые прецеденты, а модерн — это общество, которое ориентируется на индивида, малые группы и свободу индивида, когда творческое самовыражение является сущностью этого периода. Начинается этот период, мы уже не раз говорили, с момента, когда ломается традиционное представление о мире, Колумб и последователи, которые открывают огромный мир заново. Планета начинает выглядеть в их глазах совершенно иначе. Мир, который был описан традицией, вдруг оказался совсем другим. И критерий истины оказывается опыт, а не авторитет Аристотеля или Птолемея. И заканчивается этот большой рывок приблизительно через полтора-ста лет Лютером, который обеспечивает возможность индивиду разговора с Богом, напрямую, без посредников, без церкви. И это вот от Колумба до Лютера идет огромная поломка традиционных культур. Поломки происходят часто в традиционных культурах, но в этих же культурах есть и методы их лечения, возвращения. И большая часть человечества так и жила, вот эти все тысячелетия до Модерна. Но на полуострове Европейском эта поломка не срослась. И стали возникать институции модерные, армия, бюрократия, государство, наука, университет, которые в новых условиях вдруг приобретают пространство автономии, свободы, творчества в разном виде. В том числе и армия, профессиональная армия – это особый смысл рационализации жизненного мира. Но во многом это связано и с техническим прогрессом, безусловно. Наука. Да, потому что тут мы тоже можем говорить об изобретении пороха, опять же военное дело. И, собственно, тот же Леонардо да Винчи, который в первую очередь себя считал инженером, занимающимся военным делом. И экспериментатором. И экспериментатором. Это во многом подталкивает науку. Это действительно приводит потом нас к 19 веку, где, собственно, модерн, несмотря на то, что общество, многие продолжают быть феодальными, прорывается вместе с паровым двигателем. И французской революцией. Да, да, да. И люди просто хотят того или нет, но они действительно, оказывается, в совершенно иных условиях жизни. Другая скорость. Да, другая скорость и ментальность, которая вдруг принимает веру в то, что развитие будет бесконечным, прогресс, безусловно, бесконечен, все движется вперед, все будет улучшаться. Конечно, условия жизни, гигиены, здоровья, питания, медикаментов, но в самом деле с тех пор улучшаются беспрестанно. Длительность жизни. Длительность жизни, да. И даже периоды мира. То есть модерн отвечает на многие базовые проблемы. Международное право – это один из модерных институтов, который позволяет справиться с огромной бедой, бедой войны. Но те короткие периоды войн оказываются гораздо глубже, гораздо страшнее. Гровопролитнее. Конечно. Почему так важен был опыт Ипра и Прита в начале Первой мировой войны, когда оказывается разум, который и наука, которые несут прогресс, могут быть обращены против человечества. Это страшная туча, которая пошла в одну сторону, уничтожила солдат, в другую вдруг пошла. Да, нужно просто зрителям объяснить, что имеется в виду использование ядовитых газов, которые действительно оказались, ну, принесли чудовищные жертвы. Чудовищные с точки зрения их массовости, с точки зрения, как люди умирали. И это заставило, собственно, европейские страны подписать документ о запрете химического оружия. И вообще возникает идея, что можно запрещать какие-то типы оружия. Именно потому, что наука не только может решать проблему, но создает невыносимые проблемы, такие как ядерное оружие. Это уже предел того, как человечество может само себя уничтожить. И вот эта история модерна, она, во-первых, конечно же, начинается с Европы, но продолжается она в разных регионах по-разному, в разные моменты. В Латинской Америке, в Российской империи, Российская империя сама продукт этого модерна. Вообще имперский мир 19 века, это высокая модернизация. Ну и культура капитализма. Капитализм и модерн в какой-то части неразрывны, оказывается. Однако уже в 19 веке критика капитализма, критика модерна приводит к созданию марксизма. Целый набор теорий, которые объясняют, как исправить модерну. В 20 веке появится мощная постмарксистская традиция франкфуртской школы, которая ищет по-своему ответы. Но по сути мы здесь имеем дело с модернизацией модерна. То есть фактически ни марксизм, ни анархизм Бакунина, ни другие подобные течения, они, конечно, не отказывались от самой идеи модерна, в которой заложен прогресс и движение дальше, а не повторение чего-то предыдущего. Хотя основоположники франкфуртской школы, и Адорна, и Харкхаймер, они все-таки ужасаются. Это поколение, которое пережило две мировых войны, они ужасаются. К чему может привести модерн? И они более пессимистичны. Но следующие поколения, их ученик Хабермас, он всегда завершает свои выступления вот этой фразой знаменитой, что мы остаемся оптимистами, потому что модерн – это незавершенный проект. Мы можем улучшить его, уменьшить угрозы, увеличить благо, которое несет разум и разумное общество. Как один из ответов как раз на все эти сложности, которые с модерном связаны, появляется и экзистенциализм Хайдегера, который как раз-то и предлагает альтернативу в возвращении к традиционным. Совершенно верно. И к попытке зафиксировать, остановить, собственно, вот этот модерн. Да, особенно в конце 30-х годов, когда он уже переходит вообще на позиции онтотеологии, отказывается от именования себя философом. Но в данный момент я бы вернулся к началу 20-го века, когда Российская империя оказалась не в состоянии модернизироваться достаточно быстро и эффективно, и происходят революции. Сначала февральская, затем октябрьская, задающие тон всему 20-му веку. Февральская революция – это момент изобретения, экспериментирования с республиками, национализмом и консерватизмом. В результате этой революции остаются Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша. Да, вот это стабильные республики, изобретенные импульсом февраля. В общем-то, этот импульс доходит и до Австро-Венгерской империи, которая точно так же, по сути, разваливается на ряд республик. Совершенно верно. Это одного момента периода. И там, и в Российской империи происходят и социалистические революции. Октябрь. Если в Центральной Европе социалисты проигрывают, и Белокуны, и Мюнхенская республика, то здесь большевики оказываются самыми креативными, самыми большими насильниками. Они выигрывают конкуренцию с националистическими и республиканскими идеями. И они устанавливают свой модерн. И вот этот модерн, он в несколько циклов. Большевицкий, от Ленина до где-то 1927-1929 годов. Сталинский модерн, это тоталитаризм, это индустриализация, коллективизация, демоциды, геноциды, депортации. Это прогресс без человека. Античеловеческий, антигуманный, наверное, довольно страшная картинка, худший из модернов, я бы сказал. И без человеческой эмансипации. И затем попытка адаптировать этот советский модерн уже во времена и Хрущева, и Брежнева. И вот времена Брежнева, это даже своеобразная культура консюмеризма советского, советского рационализма, Советский Союз, советское население оказывается в золотом миллиарде среди показателей мировых и по длительности жизни, доступности к образованию. Вдруг в 70-е годы это советское население достигает пика. Однако этот пик был недолг, опять эти цикличные формы, рывок, затухание и обратное движение. Вот в 80-е годы перед перестройкой это обратное движение, демодернизация, потеря модернизационного импульса становится очевидна, и перестройка это попытка новой модернизации в Советском Союзе, которая приводит к распаду Союза. Но окончание Советского Союза еще не означает окончание истории советского общества. По сути, да, мы видим во многом, за исключением разве что государств Балтии, по сути мы видим стагнацию все того же советского общества с его ментальностью, с его взглядами, с его привычками, даже с его восприятием капитализма, как карикатурного, как такого, который описан в сказке Николая Аносова «Не знай-ка на луне». И действительно, люди, которые начинали этот капитализм, да и продолжают сейчас его здесь воплощать, они настолько же умилительно циничны, а по сути совсем не умилительно, настолько же просто смотрят на все это, как будто бы продолжают жить в мультфильме. И мы получаем здесь ситуацию, точно так же, как вы говорили о сталинском модерне, в котором не было человека, мы получаем ситуацию капитализма, в котором тоже нет как бы человека. Ну, здесь спорно, вот посмотрите, что происходит. Возникает ценность денег, да, деньги и власть — это два главных медиума, средства модерна. Да, и, конечно же, и деньги, и власть у нас побеждают. В украинском модерне, вот этот наш модернизационный проект, начавшийся в 91-м году, уже дважды прошел цикл, вот этот революционный цикл, когда есть пространство, время для революции, 91-й год, и революционные достижения начала 90-х, бизнес, криминальная революция, сексуальная революция, религиозная, духовная революция, это все запустило длинные процессы, и они продолжаются. Вот модернизация приватного у нас произошла. Но, с другой стороны, смотрите, опять же, сравните настроение 90-х, когда действительно, я вспоминаю те выставки, книжки, вечеринки клубные, все что угодно, и кто мог тогда себе представить появление чего-то подобного в Национальной экспертной комиссии по вопросам морали, а уж тем более сегодняшняя ситуация, когда чью-то выставку или чью-то закрытую вечеринку могут прийти с улицы люди и разгромить, просто потому что они сами себе уже экспертная комиссия по вопросам морали. Это нео-большевизм, который вернулся в Украину, он совершенно очевиден. Ну, то есть, собственно, таким образом, это же и называется демодернизацией. Да, да. Демодернизация в том числе в отказе человеку в праве на его приватность, на его выбор, на то, какую литературу ему читать, на то, какие картинки ему смотреть, на то, простите, как ему распоряжаться собственным телом, если мы посмотрим на инициативы нашего Совета Церквей, который предлагает запретить аборты, например. Это вот консервативная революция во всей красоте. Но если посмотреть в теории, демодернизация — это не отказ от модерна, это не антимодерн, это попытка установить контроль якобы за прогрессом, но на самом деле он приводит к возврату к предыдущим этапам модернизационного развития. Фактически некогда Украина была индустриальным обществом, индустриальной страной, еще в начале 90-х, это индустриальная культура. Но развитие, и глобальное в том числе, двигало нас к моменту перехода в постиндустриальный мир. Мы не сделали этот переход. Мало того, особенно уже под влиянием войны, мы вернулись к доиндустриальному модерну. То есть это до 14-го года 20-го века, по крайней мере, в социальном воображении. В самом деле да, потому что и та идея украинской нации, которая нынче нам предлагается как наиболее правильная, это романтическая идея 19-го века, это, собственно, идея народническая, это идея, которая умилялась достаточно придуманной картиной того, каким оно есть украинское село. При всем при том, что украинское село того времени, оно абсолютно не было идиллическим. Люди работали в чудовищных условиях, не было, как мы помним, никаких тракторов, пахали зачастую на себе. Да, нам подарила природа прекрасную благодатную землю. Но, собственно, я очень сомневаюсь, чтобы если бы любого нынешнего проповедника вот этих вот ценностей, того прекрасного исконного украинского села поселить в те условия, в которых крестьяне украинские жили до революции, и до событий Украинской Народной Республики, или кто-то вообще бы выжил там на сегодняшний день. Верно, ну и, собственно, и ОНР тоже является одним из примеров, к которым обращается современная консервативная мысль, как к образцу. Этот образец тоже был очень неудачен, он оказался не жизнеспособен, по крайней мере, в тех исторических... Да, при всем при том, что, давайте вспомним, что все-таки Украинская Народная Республика и директория в основном она состояла из социалистов, эсеров, социал-демократов и так далее. Да, это национал-социалистическое мировоззрение, довольно открытое для низов, к демократическим каким-то течениям, однако в практиковании политики к этим ни зама не обращались, это скорее было либо военные, либо интеллигенция. Здесь как раз смычки с сельским населением, быть услышанным в селе им не удалось. Но если мы вернемся к нашему времени, то здесь, пожалуй, нужно говорить, что мы попадаем в ловушку вот этой демодернизации, которая нас превращает в такую безальтернативную периферию. И здесь к модерну, о котором мы говорили, нужно добавить еще одну рамку, модель. Это центр и периферия. В 60-е годы прошлого века колониальные структуры империи распались окончательно. И вот группа интеллектуалов, которые в этот момент находились с ООН, они замечают, вот прошло 10-15 лет, а центры метрополии по-прежнему выигрывают в глобальном обмене, а бывшие колонии по-прежнему в ужасном состоянии. Но при этом нет колониальных армий, колониальных администраций, нет колониальных торговых сетей. И, в общем-то, закончились колониальные войны. Да, да. С последним кровопролитием чудовищным, которое французы устроили в Алжире. Нужно сказать, при всем при том, что французы... Алжир и Вьетнам. Да, в Алжире просто это было еще жестче, потому что, на самом деле, то, что французы делали в Алжире, оно, к сожалению, вполне сопоставимо с практиками нацистскими. При всем при том, что французы, как бы народ, как нация, которая дала нам идею революции, свободы, равенства и братства, и изрядную долю интеллектуализма современного, в том числе левого, проявили себя в своих колониях уже в 20 веке так отвратительно, как британцы себе позволяли разве что в 19-м. Исследователи тоталитаризма даже говорят, что все худшие изобретения в колониях были просто перенесены в Европу. И отсюда и возникли вот эти все концлагеря, и все страшные практики, и нацизм, и коммунизм. Вот мы приходим к тому моменту, когда устанавливается в глобальном мире в отсутствие колониальных империй, тем не менее отношения центров и периферий. Центры, как правило, удерживают свои монополии и защищают их. И эти монополии сначала исследовались в терминах экономики, но потом оказалось и в политике, и в культуре. Безусловно. Это все доминирует. Колоссальный момент здесь, колоссальное значение здесь имеет культура. Безусловно. То есть то, что ограничивает или раскрывает социальное воображение. И вот есть периферии, есть центры. Советский Союз на грани центра и полупериферии. И после распада, конечно же, все либо переходят окончательно в периферийные состояния, либо полупериферия Россия. И вот нынешний ее бунт против глобального порядка, это еще одна попытка полупериферии выйти на центральный уровень. Это не удается России, потому что обычные полупериферии могут делать инвестиции в культуру, или в политику, или в экономику. Вот одновременно, как настоящие центры, не хватает ресурсов. И у России, естественно, этого нет. С другой стороны, в вопросах культуры на самом деле любой митрополии, любой империи свойственно обращаться через культуру к миру, говоря на общемировые темы, считая, что мы и есть весь мир, собственно. Мы митрополия, мы центр, мы даем мировую повестку. А в России здесь один есть момент, который свидетельствует все-таки о том, что это действительно полупериферия, потому что Россия, обращаясь с своей культурой к миру, все время делает акцент в последнее время, во всяком случае, на русском мире, русском пути. И, опять же, сама себя ограничивает, потому что британский писатель, американский писатель, французский писатель, он не подчеркивает о том, что это некий французский или британский путь. В общем-то, романы французов про Францию, про Британию закончились, опять же, со временами Дюма и Вальтера Скотта. Каждый человек, живущий в Америке, пишет уже для всего мира, а не только для американцев. Центр рождает универсальность. Вот. Поэтому Россия, которая бесконечно подчеркивает свою особенность, она, в общем-то, себя провинциализирует и выбивает из ситуации имперскости. Что же говорить об Украине? Нам действительно, у нас, например, до сих пор не существует очень важного для любой литературы произведения, такого, как большая семейная сага, которая прослеживала бы путь некой семьи, а по сути путь страны на протяжении ста лет. Как сага о Форсайтах, как Томаса Мана, Буденброки, в общем-то, в любой, как, допустим, Марсель Прустева поисками утраченного времени. К сожалению, вся украинская литература сосредоточена либо на каком-то, сосредоточена на одном маленьком фрагменте истории. Ну вот у Аксенова, Улицкой, да, в российской современной литературе есть попытки таких. Есть попытки. Здесь действительно мы настолько каждый раз подвержены, ну, с одной стороны, действительно, потому что Украина колонизировалась, в Украине, Украина не принадлежала сама себе, и мы подвержены моменту необходимости сейчас проговорить что-то, что мы считаем правильным, а ведь очень важно и в литературе, в том числе, как раз проследить из поколения в поколение на уровне семейной саги, что считалось правильным и как изменялось к этому отношению с течением времени. Как менялся наш жизненный мир? Вот это общение эпох у нас пока не прослеживается. Наоборот, мы с каждым циклом модернизационно-демодернизационным забываем, что было. У меня одна из лекций связана с историей нашего Майдана, как эти циклы кровопролития, восстания, но на самом деле оно забывается. Кто помнит массовую гибель людей в 1946 году на углу Майдана и Институтской? Никто. Это были повешены огромное количество предателей, коллаборантов с нацизмом. Первый Майдан на Думской площади в 1910 году гувернантки и школьницы выходят в защиту Толстого, который после смерти не был признан церковью, не мог быть похоронен с христианами. То есть, наша история, даже этого места, она забыто, не восполняется, и каждый цикл как будто стирает. Вот раз мы стерли, отформатировали память и снова движемся в традицию, которой не помним и не знаем. Видите, тут вопрос даже, наверное, не в нас. Тут вопрос в том, что, к сожалению, в Украине при всем нашем свободолюбии, при том, что можно говорить о том, что Украина это все-таки территория свободного говорения, большего индивидуализма, большего порыва к свободе, но вот за этим всем мы почему-то очень много действительно отдаем прав решать за нас той власти, которую, по сути, в Украине не принято уважать. При этом же ее ненавидят. Да. И при этом почему-то мы каждый раз съедаем ту версию собственной истории, которую именно власть нам и предлагает, не задумываясь о том, что как раз вот в культуре, в наследии и мы имеем не меньше прав, чем во всех других моментах этой власти не доверять и самим задуматься, что же было. С другой стороны, Михаил, советские годы привели людей своим террором к привычке, к такой действительно привычке быстро все забывать, что с этим придется еще побороться, конечно. Верно, и поэтому память настолько важна и почему государство так быстро создало институты, которые форматируют эту память. Нынешний институт памяти это одно из министерств неправды, которые существуют в нашем государстве. Как же это все все-таки будет развиваться в данном случае? Насколько мы застрянем в этой демодернизации, которая в определенных практиках действительно превращается в антимодерн, потому что законопроекты о запрете абортов это уже чистое средневековье. Вот ваш прогноз, как долго все это будет длиться? Ну, сейчас мы идем все глубже и глубже. То есть самоуничтожение, демодернизация всегда приводит к самоуничтожению, к закрытию социального воображения, к установлению все меньшего и меньшего пространства свободы, к выдавливанию всего живого, интересного, отличного. Отличного, да, иного. Иного. И поэтому стоит ожидать эмиграции и русскоязычных, и интеллектуалов, гибель села, потому что в 20 век советский модерн нам оставил село без крестьянства. Это сельский пролетариат, живущий либо заработком, либо за бюджетный счет, это совершенно ненужное население. И если в городах тот же пролетариат, те же бюджетники могут оказывать сопротивление, то в селе довольно легко управлять длительностью жизни, уменьшить количество врачей, уменьшить количество школ, и, собственно говоря, проблема решится сама. Кто живой, тот выйдет, кто неживой, тот умрет. И фактически мы видим этот момент, который в модернизации всегда происходит. Модернизация это еще урбанизм и уничтожение села. В этом моменте мы модернизируемся, мы становимся более и более урбанистическим населением. И все при том, что официальная идеология снова сообщает нам об этой бесконечной любви к селу и народной культуре, которые, по сути, во многом в общем-то придуманы, фальсифицированы, никто напрямую вот так это село и не видит. И вот так оказывается в городе происходят эти вышиванковые парады, то есть ритуальная одежда крестьян, которую носят горожане, подчеркивая свое пребывание в определенном идеологическом фантазме. Для меня это всегда довольно болезненно. Я вижу умных, сильных, молодых людей с огромной креативной силой, которые, тем не менее, через вот этот консервативный миф все глубже и глубже погружаются в прединдустриальное состояние. Вы знаете, тут нужно сказать, что если на самом деле первым человеком, который под пиджак надел вышиванку, был Иван Франко, который действительно искал реального диалога со своим народом, то вот моду на эту историю вели как раз те люди, которые создали голодомор в Украине. Никита Хрущев, Лазарь Каганович, и собственно, если мы посмотрим на фотографии политбюро 30-х годов Сталина, почти все там в вышиванках, почти все провозглашали вот этот же, манифестировали вот эту свою близость некоему народу и некоему селу, в то время, когда люди действительно просто погибали с голода. Не так давно была большая и долгая дискуссия между историками американскими, изучающими советскую цивилизацию. Одна из них это группа модернистов, они изучают советский период в терминах модерна, другие нетрадиционалисты, они говорят, ну да, слов о модерне много, о прогрессе, о эффектах другой, результаты другие, и они помирились в 2001 году, и вот фраза, которая их примирила, была высказана профессором Терри Мартином, который говорит, для того, чтобы понять советскую мотивацию, нужно использовать язык модернизма, а для того, чтобы понять советский результат этого модернистского модернистского мотивации, нужна нетрадиционалистская терминология. И вот интересно, чтобы и в союзе уже были циклы, когда попытка модернизироваться приведет обязательно к этому головотяпству, новому консерватизму, антисемитизму, расовому вопросу и так далее, и так далее. И вот мы сейчас в Украине вошли очень плотно в этот расовый вопрос. Попытка ассимиляции, вот этот закон о среднем образовании, это закон на самом деле беспрецедентный на этой территории. Такой глубины ассимиляции ни Советский Союз, ни Российская империя, ни Польша не позволяли себе. Или менеджмент памятью такого, ну тут уже можно говорить, советский период здесь восстанавливается. очевидно, и менеджмент памятью это все-таки изобретение даже не советское, собственно, оно упирается еще в Екатерину Вторую, которая велела переписывать летописи, сжигать документы и так далее. Это старинная традиция, да. Ну, я уверен, что и казаки, которые нападают, или крестьяне в 17-18 году жгущие архивы с залоговыми документами. То есть работа с памятью у нас обычно деструктивная. Вместо того, чтобы собраться и делать рывок в будущее, планируя свободную республику, мы начинаем поедать друг друга, и это население, стравливание населения властью показывает, что традиция нашего государства, вот как она зарождается вместе с Русью, с маленькой буквы, да, вот с этой торговой компанией викингов, так она и остается. Это надстройка, которая стравливает племена и за счет этого торгует рабами, пушниной и отслеживает торговые пути. Вот и сейчас этот контроль за транзитом, выдавливание лишнего населения не торгует рабами, конечно, но рабы сами присылают потом деньги в страну, как мы видим. Это беда, и вместо цивилизационного прорыва, который предоставляет нам статус ассоциации, мы видим, как мы все глубже и глубже входим в тот же консервативный тренд, что и наши соседи, которые стали частью Европы, но также консервативны. Это Эстония, подрывающая своим апартеидным началом свое собственное будущее, или очень консервативная Литва, Польша, которая впадает все глубже и глубже в свой расовый фантазм, Венгрия и их консерватизм. И мы видим, как мы оказались в ситуации между Анкарой и Москвой возникшего авторитарного неоконсервативного пояса. Не все в этом поясе сотрудничают друг с другом. Консервативная Украина и неимпериалистическая Россия воюют, но конфликты возникают и между, например, Украиной и Польшей, Венгрией и Украиной. Польша и Литвой. Польша-Литва, Чехия-Словакия трения возникает, хотя и развод был совершенно такой цивильный, мягкий. И вот это все возвращается и мы видим, как происходит своего рода баснизация Восточной Европы. Это худшее, что может произойти, а эта баснизация основана на расовом консерватизме, на революционном консерватизме. И вот эта вторая часть Евромайдана, одна универсалистская, евроцентричная, вторая консервативная, и она побеждает точно. Ну вот в таких достаточно неоптимистических тонах мы предлагаем вам, уважаемые зрители, посмотреть на начало 2018 года, и мне кажется, что в данном случае все мы все-таки по своему выбору можем быть европейцами, либо представителями какой-то непонятной степной империи. Этот выбор мы делаем каждый день в том, насколько мы допускаем хсенофобию или в том, насколько мы допускаем возможность иному быть иным. Давайте все-таки в каком-то взаимодействии с собственным разумом и логикой проживем наступивший год. А я напомню, что моим гостем был философ Михаил Минаков. Спасибо. Спасибо вам.